На мой взгляд, очень хорошая возможность пообщаться, обменяться опытом, посмотреть, как работают другие, показать себя, получить экспертную оценку. Олимпиаду «Я профессионал» не зря называют не только проверкой знаний, но и социальным лифтом. Победителей ждут денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также возможность начать карьеру в крупной компании. Возьмите любое из 20 направлений, по которым в этот раз проходит Олимпиада на базе Тюменского госуниверситета, и вы поймете, что жюри оценивает не только знания, но и профессиональные компетенции студентов. Я работаю в особой сфере, я работаю с детьми с ограниченными возможностями здоровья. И, конечно же, студенты интересны как молодежь, своей энергетикой, своим новым интересным взглядом, но они же еще и будущие специалисты, поэтому они мне еще интересны как профессионалы. Поэтому каждого из них я примериваю, допустим, на себя, для своей организации. Хотелось бы ли мне работать с таким специалистом? Какие качества у него есть для того, чтобы, например, работать в моей, например, организации? Институт психологии и педагогики Тюмгу традиционно принимал участников регионального этапа Олимпиады по направлению педагогическое образование. Это 11 талантливых студентов из городов Уральского федерального округа, впервые из Омска и Перми. Мне главное, чтобы дети пели, танцевали и радовались жизни. Но если Анна Иванцова мечтает стать педагогом дополнительного образования, то вторая Анна видит себя в роли учителя иностранных языков. Я думаю, важно, чтобы максимально ученик, студент мог что-то произнести, что-то выразить себя, так сказать. Ну и, соответственно, научиться выражать себя с помощью языка. Темы модельного занятия участники выбирали сами, в соответствии с направлением обучения, опираясь на свои знания и опыт. Например, Екатерина Мокина решила рассказать своим ученикам о пионерах-героях в годы Великой Отечественной войны. Тема действительно очень сложная, но интересная и нужная нашим детям. И поэтому я постаралась сделать ее понятной для ребят. Мы изучали истории пионеров-героев, создавая книгу про них. И я думаю, такая игровая технология, она позволила им гораздо интереснее и гораздо больше включиться в процесс. В итоге Екатерина Мокина набрала наибольшее количество баллов и вошла в тройку победителей регионального этапа. В марте она отправится в Москву на финал Олимпиады «Я профессионал». Продолжение следует...